Доброе утро! Все, конечно, уже наслышаны о нашем урагане Ирма, который идет на Флориду и будет буквально через сегодня среда. В общем, в субботе обещает быть. Ожидаем. Что же у нас сейчас происходит? В принципе, то же самое, что и в прошлом году, когда мы ожидали Мэтью. Люди сходят с ума, начинают все скупать, цены дорожают, то есть реально цены дорожают. Я вчера была в магазине, в Костка, если обычно я могла скупиться, ну, 200 долларов как бы можно было скупиться. Вчера я потратила 300 и так думаю, так, что я там купила такого? То есть, я говорю, у вас что, цены выросли? Они такие, вот-вот, вы купили дорогую рыбу, там оливковое масло, начали мне показывать, что я купила. Я говорю, да я знаю, что я купила, но обычно, говорю, как-то тачка выглядит пополнее, говорю, и цена поменьше. А сейчас мне нужно заправиться, у меня мало бензина. И я ему уже сказала, говорю, что если, друг, я не заправлюсь, он мне только что позвонил и говорит, что заправил мне канистру, на всякий случай, друг, если я не заправлюсь. И говорит, бензинчик тоже у нас вырос. Получается, он сказал, три с чем-то. Вот, и еще пару дней до ожидаемого урагана, поэтому я себе представляю, что сейчас будет. В общем, как обычно, на таких вот делах обогащаются продуктовые, бензиновая промышленность. Вот. Но, конечно, ожидания такие неприятные, потому что вначале говорили, что пятая категория будет, то есть это вообще очень-очень-очень плохо. В прошлом году Мэтью, сколько он, где-то 2-3, вот так вот пока до нас дошел, где-то был 2-3, да, и он больше по побережью прошелся. Вот. Этот показывает, что, конечно, может изменить траекторию направо, налево, прямо, в общем, куда угодно он может пойти. В общем, мы будем наблюдать. Эвакуацию пока у нас не наблюдается, и вроде бы он должен, как обычно, стихать, да, когда он заходит на материк. В общем-то, будем смотреть. Но ощущение опять такое очень неприятное, вот как в прошлом году. Такое ощущение, наверное, вот сейчас, в этот момент, хорошо тем людям, у которых нету никакой недвижимости, они собрали свои чемоданчики, паспортики и уехали в любой другой штат. Вот. А у кого есть недвижимость, конечно, это так вот очень неприятное ощущение, да, вот как будто бы, как будто бы что-то может произойти. Вот. Ну, надеюсь, что все-таки, все-таки будет какой-то, если будет, то это будет что-то минимальное такое. Вот. Так что когда-то я сказала давно, много лет назад в своем видео, что единственный минус, ну, такой существенный, на самом деле, минус Флориды, это вот эти вот, вот такие вот моменты, да, что мы расплачиваемся за свою райскую жизнь вот такими вот ураганами. Вот так вот. Так что будем наблюдать, будем смотреть. У детей вроде бы как бы отменяется школа понедельник-вторник, вроде бы, но это не классно еще. Колледжи, там все, которые на побережье, Майами, уже отменились в пятницу, это 100%, уже мне сказали. Я меняю свой schedule, свое расписание, потому что тоже у меня полная запись. Я сейчас работаю три дня всего лишь в неделю, очень мне, кстати, удобно, мне очень нравится, чувствую себя прям такой прям свободной. Вот. Но так как была полная запись на субботу, мне надо, в общем-то, менять или отменять. Сегодня одна клиентка с Тампой позвонила, что не приедет, у них проблемы там с бензином, в общем-то. Ну, оно и понятно, такие моменты, как бы далеко ехать. Вот. То есть такое, в общем, меняю сейчас людей, кого смогу поменяю, кого не смогу перенесу на следующую неделю. Вот, потому что, конечно, в субботу не хотелось бы уже, наверное, выходить, но с другой стороны, может быть, может быть, еще будет нормально. В общем, будем смотреть. Ну, я в любом случае уже начала переносить на сегодня, на завтра. Да. Так что не успела Америка оклематься после, как их потом звали, в Техасе. Уже забыла. Вот. Только, в общем-то, люди возвращаются домой в свои дома в Техасе, которые были затоплены. Как уже Америка ждет другое предшествие. Мы отдыхали на Мексиканском заливе, я вообще ничего не видела, не знала. Смотрю, люди начинают такие посты делать, что-то, боже, что происходит вообще. Думаю, лучше бы, лучше бы, думаю, я бы и не знала обо всем этом. Вот. В общем-то, и такие у нас новости пока непонятные. Но все находятся в таком вот состоянии, неприятном мандрыже. Начинают все скупать. Вот. В общем-то, как в прошлом году. На бензин пока дефицита нет, но цена выросла. Сейчас я поеду, заправлюсь вот какой-то из Шеврон. Попробую на него. А потом еще у меня одна другая заправка будет по дороге. Посмотрю, что там будет происходить. Вот. Так что держись, Флорида. Пусть у нас обойдет стороной. Ну все, пока-пока.